Бывики ДНР и ЛНР признали себя Украиной, какую игру затеяли на Донбассе. Артур Гор, Апостров, Украина. 24 июня 2018 года. Президент Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков, экс-премьер Арсений Цинюк и действующий глава правительства Владимир Грайсман, секретарь СНБУ Александр Турчинов, спикер Верховной Рады Андрей Прудый, начальник генштаба Виктор Муженко и министр обороны Степан Полторак приговорены к пожизненному лишению свободы. Такую сенсационную новость распространили в пятницу, 22 июня, сепаратистские СМИ Донбасса. Что приснилось боевикам, разбирался Апостров. Трибуналом по голове пожизненные сроки Порошенко и Ка получили в подарок от так называемого Украинского народного трибунала, который состоялся в Ордло. Апостров уже писал об этой инсценировке суда, которая стартовала в марте на территории террористических анклавов. Если вкратце, Народный трибунал стал хитроумной ответкой боевиков на законы реинтеграции Донбасса. Мол, новое украинское законодательство, по мнению главаря донецких террористов Александра Захарченко, легитимизирует военные преступления, а значит ДНР нужно создать свое казино с Блэк Джеком и Еленой Шишкиной, председатель Народного трибунала. Эрзац идея террористов заключалась в следующем, максимально акцентируя внимание на том, что так называемые ДНР или НР, как оказалось на время трибунала, это Украина, осудить президента и первых лиц страны якобы по украинским законам и тем самым показать гражданскую природу конфликта на Востоке. Мы признаем законы Украины и считаем, что нынешняя власть в Киеве нарушает эти законы. И судить мы их будем по законам Украины, говорила перед началом трибунала Елена Шишкина. Сами жители оккупированных территорий рассказали апострофу, что сепаратистские СМИ буквально вдолгливали в головы граждан историю с трибуналом. По телевизору практически каждый день крутили эти новости, одновременно на всех сепарских каналах. Были типа заседания суда, выступали свидетели, сидели присяжные, адвокат, прокурор. Даже Захарченко приходил давать показания. Рассказывали, конечно, все по методичкам, как будто бы Сурков надиктовал, что говорить, укропы, каратели, распятый мальчик. В общем, все в лучших традициях пропаганды, сказала апострофу дончанка Александра. А на экране в это время транслировались субтитры заседания на украинском языке. Было смешно на самом деле, типа прямой эфира из зала суда, а субтитры как-то заранее успели подготовить. И еще удивляло, что свидетели лихо, в мельчайших подробностях помнили, что происходило четыре года назад. Но этот театр особо был никому не нужен. Знали, что по телеку идет, но никто особо не обсуждал. Вроде как осудили, ну и что? Не смешно по сути, над перформансом боевиков можно было бы просто посмеяться и забыть о нем. Ведь с юридической точки зрения это не имеет никакого значения, поясняет апострофу донецкий журналист Алексей Мацука. Во-первых, в Минском протоколе о подобных вещах ничего не сказано, а во-вторых, решения, которые принимает судебная система на неподконтрольной территории, не имеют никакого веса не то что в Украине и в мире, но даже в России. Например, если в Ростове вы придете с выпиской суда Донецка с гербом ДНР, то это решение на территории Ростова никто не примет. То же самое с решением этого так называемого трибунала. Более того, донецкий журналист Сергей Гармаш видит даже определенные плюсы от такого перформанса. Тут есть определенный плюс для Украины. В ходе этого действия боевики постоянно подчеркивали, что они граждане Украины. Так почему бы не использовать это против них самих, добавляет апострофу Гармаш. Но зачем вообще нужно было устраивать весь этот театр? Ведь юридической пользы от него не больше нуля. Если представить, что Порошенко или Турчанов вдруг попадут в руки боевиков, то их казнят без всяких приговоров, говорит апострофу политолог Кирилл Сазонов. По словам экспертов, опрошенных апострофом, все дело в пропагандистском эффекте. Это перформанс, который был организован политическим крылом группировки ДНР для привлечения внимания своих же сторонников, отмечает Мацука. Это изображение настоящего государства, где якобы есть реальные государственные органы, суды, министерства, парламент. Тут исключительно пропагандистский эффект, рассчитанный на внутреннего потребителя, которому рассказывают, что республика существует и она на самом деле настоящая, добавляет Сазонов. Также идет пропаганда для российского зрителя, мол, смотрите, русскоязычные друзья в ДНР или НР, совсем как настоящая, а значит, проект не совсем мертвый. И таких промывок мозгов там хоть отбавляй, поясняет апострофу за министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Итука. Для Украины тут никаких опасностей нет. Это исключительно информационный повод для террористов, чтобы в сочувствующей среде поднять свои рейтинги, свою значимость. Все это начиналось еще задолго до начала войны на Востоке. Но, к сожалению, в то время, да и сейчас, Украина как государство очень вяло реагирует на вопросы информационной безопасности, и мы до сих пор проигрываем в этом элементе нашим противникам. Однако косвенные опасности для Украины от приговора трибунала и самого действия эксперты все же видят. Эта акция призвана к эскалации конфликта не на боевом, а на политическом уровне. Проблема в том, что любое событие, которое для нас выглядит как театр, для людей, проживающих там, выглядит как требование. Это часть их реальности. Тяжело, находясь в Донецке, воспринимать с юмором то, что делает администрация, которая называет себя властью, резюмировал Алексей Мацука. Кроме того, закрепление официального статуса врага за всей верхушкой украинской власти является продолжением стратегии демонизации Украины. Что лишний раз подтверждает, никакого примирения в ближайшее время не планируется, поясняет апострофу исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив. А тот факт, что в этом перформансе задействовали Порошенко, является элементом предвыборной игры России. Якобы если Порошенко поменяют, то, возможно, будет лучше и ситуация нормализуется. Это означает, что россияне с нетерпением ждут выборов президента.